Сеть маршрутов общественного транспорта столицы Чувашии складывалась десятилетиями. Большая ее часть была спланирована еще в советское время, но с течением времени город изменился. Появились новые районы, изменилась структура и география занятости, появились новые точки притяжения. В эфире программа «Комфортный город». Сегодня узнаем, насколько новые микрорайоны обеспечены транспортом. Благовещенский, Радужный, Садовый. Эти районы в Чебоксарах выросли буквально на глазах. Десятки тысяч новоселов поселились в новых высотках. Со временем неизбежно стал вопрос, как добраться из того или иного района, к примеру, в центр города на общественном транспорте. На различных форумах пару лет назад часто можно было читать недовольные реплики чебоксарцев, страдающих от нехватки автобусов. В центр города уже построили довольно большой микрорайон, дома которого находятся на отшибе по причине отсутствия общественного транспорта. Было бы очень здорово, если бы появились хотя бы маршрутки. 53-ю маршрутку и три года назад было не дождаться. По какому расписанию она к нам на Богданку заезжала, было неизвестно. И через какие промежутки времени она была. Как нам рассказали в отделе транспортного обеспечения и связи управления ЖКХ энергетики транспорта и связи, в настоящее время жители микрорайона Садовы и улицы Богдана Хапельницкого обслуживают семь маршрутов городского пассажирского транспорта. Из них четыре социальных автобусных маршрута и три коммерческих. По микрорайону Садовы организовано регулярные автобусные сообщения. По четырем автобусным маршрутам задействовано порядка 30 единиц подвижного состава. После сдачи развязки футчики Айги с микрорайона Садовы планируется запустить дополнительные автобусные маршруты в микрорайон Северо-Западный и в Юго-Западный микрорайон. С начала октября по решению городской администрации транспортники связали еще два новых района. С 1 октября организовано регулярное автобусное сообщение между микрорайоном Садовы и Благовещенский. Открыт автобусный маршрут номер 12. На маршруте осуществляет перевозка 3 единицы подвижного состава. Средний интервал движения автобуса составляет 20 минут. Часть организации транспортных обслуживаний микрорайона Садовы предпочтительно отдавалась маршрутам автобусов Чуваш-Автотранса. В части организации микрорайона Садовы в Северо-Западном районах также будут обслуживаться автобусами Чуваш-Автотранса. Автобус курсирует по следующему маршруту. Проспект Тайги, улица Дементьева, улица Богданных Мельницкого, улица Фучика, проспект Никольского, проспект Московский, улица Композиторов Парабьевых, улица Ярославская, улица Тукташа. На днях в Благовеченском обустроили площадку для посадки и высадки пассажиров, разворота автобусов. Здесь установили остановочный павильон и соответствующие дорожные знаки. Разместили расписание автобусов. 17 октября также открывается новый автобусный маршрут, микрорайон Благовеченский, микрорайон Садовый. На данном маршруте будет задействовано порядка 10 транспортных средств. Маршрут будет проходить по улицам Энгельса, Гагарина, Калинина, микрорайон Радужный. Автобус номер 36 будет двигаться по улице Тукташа, Энгельса, Гагарина, Калинина, композиторов Воробьевых, проспект Московский, улица Пирогова, улица Пятисотлетия, Чебоксар, улица Урукова. В обратном направлении по улице Урукова, Пирогова, проспект Московский, улица Композиторов Воробьевых, Калинина, Гагарина, Энгельса, Тукташа. Кроме того, предложено связать микрорайон Садовый с юго-западным и северо-западным районами. В северо-западный район города Чебоксар с микрорайоном Садовый будет запущен автобусный маршрут номер 21. С Садового в юго-западный микрорайон автобусный маршрут номер 34. Соответственно, пока будет работать минимальное количество транспортных средств с учетом изучения пассажиропотока, сложившегося пассажиропотока поэтапно, планируется увеличение количества транспортных средств на данных маршрутах. А пока местные жители могут передвигаться по шести автобусным маршрутам номер 2, 3, 12, 14, 30, 65. Ежедневно на них работают около 30 автобусов, которые следуют в центр города, микрорайон Новый город, северо-западный и ново-южные районы. По микрорайону Садовый, Соленоя, Благовещенский на интернет-сайте администрации города Чебоксары был проведен интернет-опрос и, соответственно, были с участием жителей определены приемлемые схемы движения для жителей данного микрорайона. Также пожелания граждан по транспортному обслуживанию жителей города принимаются на телефон горячей линии 23-51-99. Ежедневно с 6 утра до 10 вечера. А на сайте администрации города Чебоксары можно найти расписание, узнать интервал движения. Кроме этого, на специальном сайте БАЗ Чебру в режиме реального времени можно отследить, сколько автобусов на том или ином маршруте на данный момент и куда они движутся. Конечно, в жизни не бывает, как в сказке, от моего крыльца до царского дворца. Но с каждым годом транспортное обслуживание в Чебоксарах становится удобнее. Администрация города идет навстречу горожанам, слышит их конструктивные предложения и воплощает их в жизнь. Несколько лет назад в столице Чуваши началась реализация профедеральной программы «Доступная среда». В этом году к программе подключились и детские сады. Уже в трех чебоксарских садиках начался ремонт, чтобы особенные дети и их родители чувствовали себя в них максимально комфортно. Коллектив детского сада номер 11 более 10 лет специализируется на работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для педагогов этого учреждения каждый ребенок, каким бы он ни был, это прежде всего личность. Они понимают, что несмотря на особенности развития, ребенок имеет равные с другими детьми права. В нашем детском саду функционируют две патронатные группы для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, где педагоги посещают ребенка на дому и занимаются с ними дома. Но благодаря федеральной программе «Доступная среда» эти дети смогут посещать в ближайшее время с 1 ноября наш детский сад, где будут играть, развиваться и заниматься со своими сверстниками. Почти 4 миллиона рублей было выделено из федерального и республиканского бюджетов на создание здесь безбарьерной среды. Наша съемочная группа побывала здесь в конце августа, когда работы только начинались. Мы ведем здесь ремонтные работы по переоборудованию садика по программе «Доступная среда», то есть для детей-инвалидов. Все делается для удобства их попадания в детский садик и нахождения их здесь. Удобство начинается от самих ворот садика. В короткие сроки был оборудован пандус на крыльцом. На лестнице и вдоль стен коридора на первом этаже появились поручни. Дверные проемы в здании и помещении, которыми будут пользоваться дети с ограниченными возможностями здоровья, были расширены почти до одного метра. В гардеробе оборудована зона переодевания детей-инвалидов. От ворот до центрального входа уложена тактильная плитка, установлен пандус, расширены дверные проемы и установлена новая дверь. В здании детского сада для перемещения детей-инвалидов установлены поручни, отремонтировано и подготовлено групповое помещение, туалетная комната со специальным сантехническим оборудованием. Есть еще колясочная, где дети и родители могут спокойно переодеться и оставить свои коляски. Кирилл Краснов раз в неделю приходит в детский сад, общается с другими детьми, посещает музыкальные и спортивные залы. Ребенок посещает данный детский сад с этого года. К нам приходят заниматься воспитатели. Также мы имеем возможность приходить и в детский сад заниматься. Для ребенка, конечно, это очень хорошо. Мой сын хочет, можно сказать, требует. Мама, хочу в детский сад, потому что сестра у него ходит. Для него это очень интересно. Может пообщаться с детьми, поиграть с новыми игрушками, позаниматься в музыкальном зале. Также и здесь спортивные тренажеры современные. Это тоже как бы интересно. Игрушки тоже. Столько дома у нас нет игрушек, как бы для него тактильные. Он просится в садик, общаться с детьми хочет. Говорит, мама, пойдем в детский сад. Для него, конечно, это очень хорошо, с детьми общаться. Включение детей с особенностями развития в систему общего образования или инклюзивного в Чебоксарах практикуются уже давно. В 13 детсадах организована группа компенсирующей и комбинированной направленности. Действуют три ликотеки, четыре патронатные группы. В некоторых доу имеется специальное оборудование. Сенсорные экраны, подъемники, столы для песочной терапии, тренажеры и даже роботы телеприсутствия. Совместное обучение здоровых и особенных ребят позволяет достигать отличных результатов не только в обучении, но и в социализации, адаптации деток с ограниченными возможностями здоровья. Каждую осень в Чебоксарах традиционно проходит сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. В течение сентября и октября у горожан есть возможность покупать дары осени по ценам производителей. Этот год не стал исключением. Официально ярмарка закрылась 16 октября. Наша съемочная группа успела побывать на одной из них и убедилась лично, что горожане с удовольствием покупают недорогие товары от производителя. Где двое, там рынок, трое – базар, а семеро – ярмарка, гласит народная мудрость. Считается, что ярмарка – древняя форма общения продавцов и покупателей, и появилась она еще в средневековье. На Руси ярмарки действовали несколько дней, а крупные вовсе могли продолжаться месяц. Во время проведения в городе был настоящий праздник, звучала музыка, вечерами запускали фейерверки, работали карусели. Особенный интерес у гулявших на ярмарке людей вызывали передвижные театры. Завершилась история ярмарок в России с революцией. Своё новое возрождение ярмарки получили в постсоветский период. Уже на протяжении нескольких лет в Чебоксарах проводятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. За это время они заслужили настоящую любовь горожан и всех гостей города. У нас есть своё маленькое подсобное хозяйство. Мы до осени живем там, но своё мы не можем столько вырастить. И поэтому на зиму мы идем сюда на рынок. У кого побольше подсобное хозяйство, у них покупаем. И очень удобно. Живем недалеко. Пришли сюда, они пошли на другие рынки. И картошка хорошая. Лук тоже красивый. И удобно. До дома всё довезли. Картошка с нашего почти что тоже района. Маргаушский район. Лук тоже маргаушский. И как-то близко своё, родное. И цену устраивает. Возле московского рынка мы живем там поближе. Там дорого. А цена вообще очень даже нормальная. Потому что мы знаем, как её вырастить. Сколько надо труда положить, сколько прополоть. И там всё остальное. И поэтому даже хорошая цена. Нормальная. На рынке, значит, дешевле и как обходится. Правильно получается? Так получается. Вот, по 5 грамм есть. Наверное. А картошку вы как проверяете? Сорт покупаете специально или как выбираете? Красные есть. Как выбираем? Как выбираем? На вид? На вид. Посмотрели, вроде картошка нормальная. Ну, подмелковатая, но пойдёт. Вы покупаете так на всю диму? На полмешка. Да, да. С запасом, с запасом. Шесть мешков взяли, вот. Да, весны нам хватает. Я думаю, хватит. Хороши тем, что дешевле. Вот эту морковь, сейчас я туда пойду, на ярмарку, там будет 19 рублей. Качество у нас лучше. Например, лук местный в 100 раз лучше. Вот сегодня вижу местный лук. А также не было, все продавали привозной лук. В этом году сельскохозяйственная ярмарка развернулась на 30 площадках в торговом комплексе «Николаевский» на Южном, Юго-Западном и Центральном рынках. Выходные дни здесь не протолкнутся. За время действия сельхозярмарки у горожан уже появились свои фавориты. Каждую неделю по целой газели, по 2,5-3 тонны. Продаем, ничего не остаётся. Люди уже знают, покупают. Кто покупал, ещё раз приходят. Хвалят. Всем нравится. Всем нравится. Постоянные покупатели. Да, постоянные покупатели есть. Вот дедушка у нас приходил, покупал, ещё раз пришёл. Процентов 20, наверное, продаём тут 30. Остальное у нас с места забирают. Большими объёмами по 20-30 тонн. Большинство увозят в этом году в Самару, Пензу, в набережные Челны. Заниматься картофелем выгодно, если цены хорошие. При таких ценах работать можно. 50 коллективных фермерских и более 110 личных подсобных хозяйств. 60 индивидуальных предпринимателей из 15 районов республики. Все вместе общими усилиями завезли в столицу Чувашии почти 900 тонн сельхозпродукции. Ежегодно принимаем участие в этих мероприятиях. Выезжаем в город, значит, на рынки, ярмарки. Нам в этом очень помогает городская администрация. Устанавливает график выезда, места расположения наших торговых предприятий. И организовываем продажи сельхозпродукции горожанам. Ну, здесь у нас предстоит двоякую цель. Во-первых, помогаем нашим городским жителям запастись сельхозпродукцией на зиму. Во-вторых, мы помогаем нашим сельчанам, закупаем у них излишки сельхозпродукции и сырья. И торгуем городе, помогаем, значит, сбывать свою хозяйственную продукцию. Назову только одну цифру, такая она может быть не такая большая. Мы ежегодно от сельского населения закупаем сельхозпродукции и сырья на сумму 750 миллионов рублей. Эти деньги идут на пополнение бюджета наших сельчан. Ассортимент широчайший, конечно. Здесь и картофель, и овощи, и капуста, морковь, свекла. Это, значит, и вот вы сами видите, и петрушка, и укроп, и лук, и тыква, и баклажан. Ну, я как-то посчитал ради интереса, в пределах 35-40 номинований только сельхозпродукции. И зерно, и ячмень, и пшеница, и так далее. Где-то около 80 тонн мы продали картофеля, в пределах 40 тонн, значит, овощей. Общая сумма от продажи на этих рынках где-то в пределах 7-8 миллионов. Цифра, может быть, она и небольшая, но для нас это значительно. Такие ярмарки, они очень нужны. Эту практику надо продолжать. Но единственное пожелание, наверное, такое. Вот вы видите, постоянно здесь машина проезжает, да? Значит, узко, места не хватает. Найти возможность искать площадку для организации торговли, где мы могли развернуться в полную силу. И сельхозяйственным продуктом торговать. Может быть, дешевую выпечку привезли бы, продукт с обшественным питанием. И, может быть, столы поставили, чтобы наши жители, граждане могли посидеть, чайку попить, как говорится, пообщаться. Ну, много вариантов. Кроме этого, на основных ярмарочных площадках была организована бесплатная доставка овощей пенсионерам и инвалидам. Восемь машин каждую субботу и воскресенье разводили тонны картофеля, моркови, капусты, лука в самые разные точки города. Поддержка по развозке товара оказана порядка 500 пенсионерам и инвалидам. Формат, в принципе, интересный. Мы его в дальнейшем планируем развивать, усиливая довоз до потребителя конечного, размещая информацию на сайтах и работы через управляющие компании по размещению информации о самих производителях, их номерах телефонов, то есть, чтобы была возможность у наших фермеров напрямую продавать продукцию по заявкам. Население у нас благодарно, довольно, мы рады, что удалось организовать в таком формате с самостоятельными усилиями, с привлечением в том числе волонтеров, сотрудников администрации города, которые каждые выходные выходят у нас на эти объекты, контролируют и доставку, и довозку, и удовлетворенность населения. В целом, благодарности у нас, конечно, есть, но, думаю, мы в следующем году масштаб увеличим, улучшим, и вот весенняя реализация пассивного материала, на нем отработаем новый формат. А значит, в 2017 году на ближайших ярмарках нас всех ждет еще больше свежей и качественной продукции от местных производителей. Вы смотрели программу «Комфортный город» на национальном телевидении Чуваши. Приглашаем чебоксарцев к открытому диалогу с руководством города. Только вместе мы сможем сделать столицу комфортной для ее жителей и гостей, независимо от возраста, профессии и интересов. До встречи в любимом городе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА